Добрый вечер! Поэтому сегодня у нас такой многогранный формат, и это радует, и приятно, что все мы тут находясь, кто-то в разных странах, возможно, кто-то на карантине, кто-то просто на самоизоляции, это для нас всех такая приятная возможность хотя бы удаленно посмотреть друг на друга и немножко пообщаться с живыми людьми. Меня зовут Вадим Можейко, я сегодня представляю Белорусскую институцию физических исследований и рад всех на сегодня здесь видеть. Тема энергетики мы действительно планировали обсудить, в общем, постепенно, как с начала года нарастала эта потребность, действительно видим, как много сложных разных событий, связанных, происходило в Беларуси, но, наверное, еще больше этих событий происходило уже во время подготовки этого клуба, его переноса. Поэтому, я думаю, сегодня наших спикеров ждет много таких гибких вопросов и гибкого обсуждения, потому что все очень меняется в процессе. И я хотел бы всех представить, значит, сегодня нашими спикерами будут Татьяна Маненок, экономический обозреватель, которая специализируется на вопросах энергетики и химической промышленности. Татьяна, добрый вечер. Александр Чубрик, академический директор КЭФА, Кострочинского экономического форума и директор исследовательского центра ИПМ. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Камиль Клысинский, старший аналитик Центра восточных исследований из Польши. Добрый вечер. Камиль. Камиль, надеюсь, с нами. Извините, добрый день. Да, добрый день. Отключу микрофон. Это уже в польской версии. В польской версии день добрый. Тоже. Также Геннадий Рябцев, доктор наук, профессор, директор специальных проектов научно-исследовательского центра Психея из Украины. Добрый вечер, Геннадий. Или добрый день. Добрый день. К какому времени ближе? Добрый день. Вы так же, как и у вы. Время, как у нас, а добрый день так же, как и в Польше. Я понял. Хорошая, хорошая. Компромиссные отношения. Битис Юрконис, преподаватель Института международных отношений и политических наук и Бильнинского университета и также глава литовского офиса Freedom House. Битис, приветствую. Добрый день. И также Владимир Рак, возвращаемся к спикерам из Минска, представляет фонд Интеракция, также Центр экологических решений. Он специалист в области энергетики и, в частности, альтернативной энергетики. Владимир, добрый вечер. Добрый день. Или вечер. Или вечер, да. Вы запутались в процессе. Я думаю, в процессе наш будет день двигаться к вечеру. И, действительно, в процессе мы сегодня постараемся не затягивать обсуждение. Но вопросов действительно много. И посмотрел, как интересно, когда мы формулировали вопросы к дискуссии, я формулировал вот так. Могут ли белорусские НПЗ сохранять свой экстренный потенциал без дешевой российской нефти? Но, конечно, в процессе ожидания нашей дискуссии оказалось, что российская нефть дешевая не в тех случаях, когда Россия дешево продает по большой дружбе Беларуси. А российская нефть резко, куда более дешевая, чем мы могли себе представить несколько месяцев назад для всех, собственно, потребителей. Поэтому, наверное, хотя бы начать с Татьяны и обратиться к вам. Какова, наверное, на сегодняшний день самая последняя наша реальность по нефти и по газу? И что Беларусь с этим и ждет? Добрый день, спасибо большое. Итак, можно сказать, что такая трехмесячная ожесточенная борьба Беларуси за скидку премии по цене поставляемой нефти предполагается, что завершилась. Потому что с апреля, не с 1 апреля, чуть позже, 6 апреля Беларусь возобновила поставки российской нефти. И еще контракты подписываются, то есть процесс этот продолжается. Но, тем не менее, можно ли это расценивать как победу беларусской страны? Сомнительно. Хотя, естественно, какие-то определенные преференции беларусская страна получила, как это звучит, как и не странно. Но, тем не менее, мировой глобальный кризис, пандемия коронавируса, обывальное падение мировых цен на нефть, которая последовала, в принципе, после развала сделки ОПЕК. Беларусская страна, премьер-министр, заявляла о том, что в апреле Беларусь получит 2 миллиона тонн российской нефти без 3 миги. То есть было сказано, что это 4 доллара за баррель. Напомню, что это примерно около 30 долларов за тонну. Ну, действительно, можно считать огромной победой, если учесть, что еще в январе Беларусь импортировала российскую нефть по цене 360 долларов за тонну. Тем не менее, пока не совсем понятно, в любом случае, по какой цене беларусская страна будет импортировать российскую нефть. Что с премией, потому что вслед за этим, ну, постоянно министр энергетики Российской Федерации заявлял о том, что в любом случае это будет рыночная цена. Что означает рыночная цена минус экспортная пошлина и плюс премия к цене 5 долларов за тонну. Хотя белорусский премьер Сергей Румас, он пояснил, как будут работать договоренности, достигнутые с Мишустином. То есть из премии 7 долларов за тонну компенсируют сами российские нефтьюные компании, а 4,7 доллара за тонну, то есть это и есть сумма премии, будет компенсировать, видимо, российский бюджет, как было сказано, через механизм межбюджетных расчетов. Что это за механизм, когда он будет формализован, и вообще у меня немножко возникают сомнения, будет ли вообще этот механизм установлен в межбюджетных расчетах. Почему? Достаточно напомнить, что у нас российская нефть на период заключения контрактов, или, по крайней мере, обсуждения контрактов, стоила на мировых рынках примерно 12 долларов за баррель. Экспортная пошлина на апреле установлена в 52 доллара за баррель, это примерно в 7 долларов. То есть если отнять, что называется, мировую стоимость нефти российской на этот период, там 12-11 долларов за баррель, минус экспортная пошлина, то и получается примерно та же цена, по которой российская сторона якобы должна поставлять нефть с Беларусь. Но в таком случае зачем какие-то межбюджетные расчеты? То есть очень много вопросов, и очень много пока нет детальной формулы ценообразования на нефть для Беларуси на апрель, поэтому пока много противоречий, ощущение такое, что каждая сторона трактует эти договоренности по-своему. Но тем не менее факт остается фактом, конечно же, российские компании, безусловно, возобновили поставки, это на самом деле так, я тоже уточню, но тем не менее пока не ясен, какой объем. Было сказано, что 2 миллиона тонн нефти уже в апреле, но российская компания «Транснефт» повредила только около 1 миллиона, чуть больше 1 миллиона тонн. Концернеры нефтищики говорят о том, что заключение контрактов продолжается, поэтому пока окончательную цифру назвать сложно. По крайней мере, посол в России Симашко говорил о том, что была русская страна, оставшиеся до конца текущего года время, постарается восполнить вот те объемы, которые были предусмотрены балансом, то есть 24, может быть, миллиона тонн не получится, это меньше, но тем не менее поставлена такая задача максимально нарастить переработку нефти. Но тоже возникают вопросы, если нарастить переработку, что делать нефтепродукты, потому что очевидно, что на соседних рынках, в самом премиальном украинском рынке, вот по оценкам экспертов украинского рынка, из-за карантина и, в принципе, из-за такой ситуации пандемии коронавируса, спрос на заправочных станциях снизился, 15, 20 и 30 процентов прогнозируется, что вплоть до 40 и 50 процентов на нефтную заправку. В принципе, примерно такая же ситуация на многих европейских рынках. Многие европейские нефтеперерабатывающие заводы сокращают, уже сжимают мощность. На этом фоне заявляют о том, что Беларусь сможет, ну, по крайней мере, переработать около 2 миллионов тонн нефти в апреле, ну, это, по-моему, весьма такое заявление, ну, не совсем, мне кажется, аргументированное. Вот, тем не менее, надо, в общем-то, судьба, что называется, подарила Беларуси шанс в этой ситуации максимально, конечно, закупить российскую нефть, потому что, ну, вчера Лукашенко проводил совещание, я говорила о том, что нужно взять побольше дешевой нефти, переработать нефтепродукты, конечно, и сделать такие запасы достаточно серьезные. Ну, в принципе, сегодня, насколько я знаю, Беларусь нефть может, по крайней мере, имеет запасы на 10-12 дней для обеспечения внутреннего рынка, но есть резервные мощности, которые можно заполнить, то есть этот вариант возможен. Кроме того, конечно же, компания «Гомельтранснефть» «Дружба», она имеет тоже резервные где-то около 900 тысяч тонн, можно хранить нефти, плюс еще техническую нефть, Беларусь, в принципе, использовала в начале текущего года на фоне дефицита ресурсов для того, чтобы поддержать нефти проработающие заводы. Поэтому, конечно, вот остается возможность для Беларуси сейчас побольше импортировать, да, если, конечно, российские компании будут поставлять нефть, потому что ситуация меняется очень быстро, и если вчера стоила нефть российская так, то вот уже последние дни 34 на фоне предстоящей договоренности в рамках нового соглашения ОПЕК уже 34, это бренд стоил, ну, российская нефть немножко дешевле доллара за баррель, поэтому, я так понимаю, просто жаль, что мы не знаем деталей формулы цены оправдывания, но, тем не менее, очень сомнительно, что это статично цена 2 доллара за баррель, которая была заявлена в имя Министерства Беларуси. — Здравствуйте, Анна, по нефти гибко, да, простите, а что насчет газа, то есть по газу мы не оказались в обратные условия, когда у нас есть, наоборот, более долгосрочный контракт, зафиксированный высокой ценой, который чуть ли не выше всех в Европе. — Да, в общем-то, совсем недавно состоялся, кстати, разговор Лукашенко и Пьера Армении, шла речь о том, что завышенная цена на газ как для Армении, так и для Беларуси, в принципе, здесь все страны в одной лодке, поскольку зависит от одного монопольного поставщика «Газпрома». И армянская страна предложила уже снизить цену на газ, потому что цена на газ была повышена для Армении достаточно существенно, с начала года до 165 долларов за тысячу кубов. Для Беларуси она сегодня фиксирована, 127 тысяч долларов за тысячу кубов, это фактически как и в прошлом году, но белорусская страна, то есть президент Лукашенко недавно, в общем-то, публично заявил, что по сути мы получаем не по 127, а по 147. Он учел эту надбавку при реализации газа с 100% дочкой «Газпрома» на внутреннем рынке, то есть 147. Ранее Лукашенко заявлял, что справедливая цена для Беларуси, 90 долларов за тысячу кубов, но это буквально не было в феврале. Уже буквально на текущем веке было заявлено, в интервью, по-моему, радиостанции «Мир» было заявлено, что справедливая цена на газ для Беларуси 40-45 долларов за тысячу кубов. Лукашенко ранее заявлял, что мы не будем вот это платить надбавку, я буду, Газпрома, но это было такое декларативное заявление, практически плоскость это не вошло, но, тем не менее, он ссылался на то, что на европейских рынках стоимость газа на спуте упала очень серьезно, и, в принципе, оказалось даже, что стоимость российского газа на европейском рынке, если сравнивать со стоимостью газа российского на внутреннем рынке, с учетом экспортных поставок, она даже выше в России, чем в Европе, то есть это в районе 80 долларов, это на фоне обвала цены на нефть. Понятно, что ситуация будет меняться, поскольку цена на нефть немножко подросла, но, тем не менее, вот Беларусская страна об этом заявила, и посол Мезенцев вслед за этим сказал, что не исключено, что стороны могут сесть за стол переговоров и переосмыслить цену на газ. Но пока было заявлено, что договоренности должны исполняться, то есть соглашения, которые подписаны с таким трудом, кстати, в конце февраля, и очень сомнительно, что Газпром буквально спустя два месяца, или сколько-то он захочет пересматривать эти соглашения, по-моему, не до того Газпрома сегодня, потому что ситуация для него на спутке очень серьезная, и финансовом плане, и так далее. Скорее всего, в Ряге в ближайшее время стоит ожидать пересмотра газовой договоренности, но, тем не менее, я так полагаю, что если Беларусская страна будет настойчива в этом вопросе, то придется Газпрому идти на переговоры. Спасибо, Татьяна. Валерия, у тебя еще есть какие-то вопросы? Да, Татьяна сама их все назвала, эти вопросы, что пока, в общем, в действительности так ничего и не ясно. О чем-то говорилось. Понятно только, что с апреля какие-то подсадки будут. Без премии, возможно. Ну да, возможно, без премии. Возможно, без премии, возможно, с премией, но ее кто-то конденсирует. Ну да, это же вот такая очевидная непризажность. Надо сказать, что, конечно, пока вся эта история длится с начала года, с незаключением этих контрактов или с их пересмотром, сама важность, по всей видимости, этого нефтяного сектора, поскольку его объем резко финансово снизился, и маржа наша снизилась, и, как бы это сказать, гипотетические доходы от переработки нефти, даже в том случае, если все эти договоренности подтверждаются в самом лучшем виде. Тем не менее, я хотела бы вот Александру Чубрику адресовать вопрос о том, как нынешняя ситуация с рынками нефти и нефтепереработки в свете того, что рассказала Татьяна, этих новых условий, повлияет на белорусскую экономику. Все, всем добрый вечер. Со временем все с вами пределитесь. Микрофон нормально, все все слышно? Да, нормально? Ну, в общем, ну... Мысли... Александр, извините, если можете, держите, пожалуйста, микрофон ближе к... Проблема, вот смотрите, держи микрофон ближе к чему. Почти съел. Спасибо. Смотрите, я думаю, на самом деле, что говорить о том, как там наши договоренности дают на экономику, ну, потому что они уже повлияли, и не повлияют, но больше всего сейчас на нашу экономику в этой сфере энергетической влияет вообще ситуация в мировой экономике. Ну, смотрите, давайте попробуем начать с рынков сбыта. Рынок, прекрасный рынок, мы поставляли туда примерно 3 миллиона тонн и видели те же самые объемы по зеркальной статистике. То есть и мы, и Украина, глава в том, что мы продавали туда, ну, чуть больше четверти от общего объема наших экспортных поставок в прошлом году. Возникает вопрос, куда мы поставляли остальные нефтепродукты. Ну, по нашей статистике, это Великобритания, в основном Нидерланды частично, что по статистике тех стран наши нефтепродукты туда не входили. И если, в принципе, ну, посмотреть, опять же, на зеркальную статистику уже Британии и Нидерландов, то наиболее вероятными, что ли, рынками для наших нефтепродуктов, конечными рынками, были танкеры. То есть, как бы, а если это были танкеры, соответственно, возникает вопрос, о какой сейчас, ну, вот вообще, как бы, ну, сто оч капассити у танкеров, да, то есть, вот сколько пустого места осталось в танкерах для того, чтобы белорусы туда продавали нефтепродукты в нынешней ситуации. То есть, как бы, маловероятно, что для нас сейчас вообще есть рынок сбыта для прежних объемов наших нефтепродуктов, с учетом структуры рынка, которая формируется сейчас. Опять же, как бы, я не знаю, на самом деле, это просто, ну, такие, как бы, экспертные мысли, назовите это так. Но мне кажется, что здесь есть, безусловно, позитив от того, что происходит для нас, потому что, ну, действительно, у нас сейчас начинает формироваться такая нормальная переговорная позиция по поводу цимуаза, потому что, ну, как бы, думаю, что вот хороший пример здесь в 2010 год. Мы потребили не стандартное там 20-21 миллиард кубометров газа, а что за там порядка 15 миллиардов кубометров газа. А мы просто заместили часть газа мазутом. Вот, то есть нам фактически ничего не мешает сейчас прекрасно перерабатывать российские нефтепродукты и топить наши ТЭЦы, ну, как бы, это, опять же, так примитивно говорю, тут есть специалисты в области энергетики, да, как бы, и топить наши ТЭЦы дешевым мазутом и экономить валюту, которая так мало в стране. Вот, ну, и понятно, как бы, что это все вот, ну, это такие поиски позитива этой ситуации, вот, ну, что касается негатива от той ситуации, которая сейчас сложилась, то понятно, что ситуация, нынешняя ситуация полностью лишила бюджет валютных доходов от пошлин на нефть и нефтепродукты. То есть те, ну, там, я не знаю, там порядка, наверное, 800 миллиардов долларов, которые мы могли рассчитывать в этом году при цене нефти где-то 60 долларов за баррель, они обнулились. Ну, и, соответственно, это имеет очень негативный эффект на, ну, скажем, динамику возможности, на возможности нашего бюджета по, скажем так, обслуживанию внешнего долга. Понятно, что возможности есть, есть резервы, вот, на, ну, скажем так, каких-нибудь там нескольких сотен миллионов, значит, лишнего не было в этой ситуации. Вот. Это доставать деньги из резервов, а другое дело, это брать эти деньги из текущих доходов. Ну, и все еще отягощается сложный, ну, сложный фактически заблокированный долговарянками, то есть рефинансировать все долг сейчас, ну, практически невозможно. Соответственно, остается вот вопрос рассчитывать на текущие доходы, либо покупать валюту на внутреннем валютном рынке, что, конечно, ну, чревато, либо доставать деньги из резервов, что тоже чревато, но может быть не так сильно. Поэтому, конечно, вот это вот самое серьезное влияние, которое сейчас у нас есть, не все равно ситуации, на русскую экономику. Спасибо. Спасибо. Ну, с вами фактически ситуация так сложилась, с одной стороны, с этими деятельными переговорами и неполучением доходов от экспортной пошлины в первые три месяца. И к этому времени, когда договорились, цены стали столь низкими, что даже когда экспортные пошлины пойдут, то они утратят ту роль, которую они играли как один из основных источников валюты в страну, потому что просто их размер абсолютно очень мало. И фактически получается, что Беларусь с этого года, неизвестно, правда, на какой срок, да, и плюс эти невозможные сбыты, ведь на самом деле Татьяна говорила о том, что мы собираемся заполнять хранилище, но хранилище нефти, насколько я могу судить по прессе, и нефтепродуктов во всей Европе переполнены, так же, как и танки. И возникает проблема вообще санбыта, и так или иначе, хотим мы этого или нет, но Беларусь перестает быть петролиум стейт, ну, скорее всего, во всяком случае, в этом году. Ну, возможно, это в каком смысле и к лучшему, конечно, с таким очень странным путем сможем сбавляться своей зависимости, но мне кажется, действительно, сейчас прозвучала очень важная мысль по поводу того, что в этом году, действительно, когда мы смотрим в такой ближайшей перспективе, кажется, что, в принципе, тема того, как мы будем закупать нефть, как будем продавать, не очень актуально, потому что и такие цены, и такой падающий спрос, но, тем менее, мне кажется, если мы посмотрим на перспективу, в общем, понятно, что по-прежнему мы будем пытаться и заводы свои заполнять, и так иначе, возможно, неховарившим будет спрос у наших традиционных покупателей и, в частности, Украины, и поэтому я бы, наверное, хотел обратиться к Геннадию вот с каким вопросом. С одной стороны, есть действительно вопрос украинского спроса, который, очевидно, сейчас в последние дни недели значительно снижается, как и во всем мире, но, тем не менее, вероятно, в будущем он так иначе снова будет и еще не для Украины, в отличие от других стран, поставка из Белоруссии, а, вернее, из России, это вопрос еще очень тесно связанный с безопасностью и при этом же в обратную сторону Украина не только потенциальный и постоянный покупатель нефтепродуктов, но в то же время Украина это и тот источник, по которому мы можем получать нефть по альтернативному маршруту из Черного моря, из Одессы. И поэтому хотел бы, наверное, у Динайзи в первую очередь спросить, каковы вообще перспективы вот этого альтернативного пути поставки нефти, в частности, из Одессы по Черному морю, и насколько их вообще реально сделать экономически эффективными, потому что пока выглядит так, как будто это такие дорогие поставки цистернами для того, чтобы сделать символическое действие, а не более. во-первых, в отношении спроса, я там руку не поднимал, но я в чате написал соответствующую свою реакцию по поводу того, что спрос сокращается, может сократиться наполовину. Не сократится спрос наполовину, тут есть один маленький нюанс, то есть есть проблемы с бизнесами, в частности, с бизнесами розничных операторов, которые доля, удельная доля затрат которых сейчас вот этих постоянных затрат, то есть затрат на обслуживание станций, она растет. Проливы сокращаются и для того, чтобы не снижать цены, для того, чтобы сохранить приемлемую для нормального функционирования, как они считают, маржу, компании просто пытаются не снижать цен. Вот для того, чтобы не снижать цены, необходимо запустить в информационное пространство мысль о том, что вот все, сейчас в половину сократится спрос, ну и раз сократится спрос, следовательно, ну мы же не можем снизить цены, что же мы можем делать? Мы просто тогда вынуждены будем закрыть заправки, следовательно возникнет дефицит и так далее и тому подобное. То есть мысль такова, что необходимо всем рассказать, как сильно просядет спрос. Однако вот статистика, которую мы собираем, мы видим, что да, проливы сокращаются, но проливы сокращаются только в крупных городах. Причем речь идет в первую очередь об автомобильном бензине и жиженом нефтяном газе. И мы прогнозируем, что максимум до трети просядут объемы реализации бензина и дизельного и жиженного нефтяного газа в крупных городах. Однако, если говорить в целом по Украине, то у нас сейчас примерно 10% идет посевная, то есть посеяна 10% весенних полевых культур. естественно, что аграрии не обращают внимания на то, что происходит в городах. И понятно, что очень сложно комбайнеру с кем-то, вернее, трактористу с кем-то контактировать, сидя в комбайне, сидя в кабине, и поэтому спрос со стороны аграриев не снижается. Поэтому с дизельным топливом мы прогнозируем снижение где-то на 5-10% в первую очередь за счет сокращения куда продавать топливо, причем в достаточно больших количествах. И здесь, я думаю, не следует принижать те объемы, которые мы сможем потребить. Тем более, что сейчас достаточно хорошая цена, и эта цена сохранится, я думаю, а раз сохранится, следовательно, нужно наполнить те хранилища, которые у нас, в отличие от Европы, стоят пустыми, поскольку большая часть трейдеров работает исключительно с колес, и те объемы хранилищ, которые есть, они не заполнены даже наполовину, и свидетельством этого является предложение крупнейших операторов поучаствовать, например, в создании государственного запаса нефти и нефтепродуктов, вернее, создания запаса нефти и нефтепродуктов государством, поскольку Украина взяла на себя обязательство хранить необходимое количество нефти и нефтепродуктов в соответствии с директивой 119 от 2009 года директива ЕС. Пока у нас с этим запасом ни шатка, ни валка, и здесь, кстати, вот то желание Беларуси создать на всякие непредвиденные случаи запас нефтепродуктов может быть использовано в том числе и для Украины, поскольку существуют так называемые тикеты, то есть мы можем, например, часть нашего запаса хранить за рубежом в объеме до 15% этих запасов. Поскольку их нам нужно создать порядка 2 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, то вполне и тут если кто-то из соседей создаст больше запасов, я думаю, что нам это будет только кстати. Это что касается спроса. Ну да, спрос, да, отлично, тогда вопрос в таком случае насколько, раз уж Украина будет иметь такой большой спрос, тогда действительно что насчет Одессы и вообще это вообще реально сделано экономически эффективным, ну при более-менее обычной цене на месте. Так, что касается Одессы, значит, в значит, насколько мне известно, через Южный зашло в марте три танкера на 260 тысяч тонн, один танкер пришел из Турции, один из Новосибирска, ой, пардон, из Новороссийска, а третий танкер из Супсы. То есть компания, которая фрахтовала эти танкеры, она связана с компанией Сакар, следовательно, вот эти 260 тысяч тонн, они пришли в порт Южный, и оттуда были загружены в нефтепровод Одесса-броды Мозырь и по режиму вытеснения закачаны туда вот эти 260 тысяч тонн и в Мозырь пришли, пришло необходимое количество нефти. Скорее всего, азербайджанская нефть до Мозыря не дошла, еще раз говорю, потому что это был режим вытеснения, скорее всего, это нефта Ки-Юролс пришла в Мозырь, ну, это можно у ребят уточнить на заводе. В апреле, вот, буквально, если я не ошибаюсь, сегодня ожидается еще один танкер где-то на 85 тысяч тонн из Супсы, а затем, скорее всего, благодаря тому, что россияне вроде бы как с вами договорились, то все эти танкерные поставки прекратятся. Какие объемы возможны? Южный может принимать танкеров в неделю до дедвейтом до 100 тысяч тонн, как правило, это танкера 80 тысяч тонн дедвейтом, ну, исходя из этого, можно посчитать, сколько максимум может принять именно Южный. не думаю, что там будут какие-то проблемы с навигацией, если считать по году, то есть там проблемы только где-то в феврале наблюдаются, а так навигация нормальная. Вот это максимум, что может получить Белоруссия из украинского направления именно вот таким вот морским путем. Какая экономика? Экономика хуже, чем трубопроводный транспорт, безусловно, но опять же тут мне нравится позиция тех, кто диверсифицирует поставки и не зависит от одного какого-то поставщика. И на мой взгляд, здесь все-таки экономику нужно сводить с безопасностью, поскольку и дальше зависеть от российских поставок, пускай и дешевых, но тем более, что там этот налоговый маневр, следовательно, мировая цена. Следовательно, возможны варианты. Дешевая нефть, похоже, Белоруссия обходится очень дорого. Точно так же, как в Украине обходился дешевый газ. Поэтому с учетом проведенной в Беларуси модернизации НПЗ с учетом того, что заводы имеют большую мощность, это значит меньше удельные расходы, заводы выпускают качественный ресурс, заводов логистика хорошая, как для Украины, то есть по меньшей мере 3 миллиона тонн нефтепродуктов мы ежегодно можем брать у вас и будем брать. несмотря ни на какие коронавирусы, несмотря ни на какие карантины. Поэтому здесь украинские маршруты, украинские поставщики, они всегда открыты. Единственная проблема, что у нас тоже считают денежки, у нас не открывают трубу в расчете только на один танкер. Здесь все-таки рыночные условия, здесь нужно договариваться, однако если речь идет о большом контракте, годичном, а то и долгосрочном, то все может быть реализовано к общей выгоде и свидетельством этого является тот факт, что несмотря на очень сложные отношения России и Украины был подписан десятилетний контракт на транзит российской нефти через украинскую территорию, причем подписан был тихо, мирно, никто даже и не знал, кроме экспертов о подписании этого соглашения, тогда как вокруг газового контракта было сломано столько копий, что в общем-то об этом знал весь мир. так что здесь перспективы дальнейшего развития как через Украину нефти в том объеме, о котором я сказал, так и нефтепродуктов из Беларуси в том объеме, о котором я сказал, они сохраняются, я думаю, что что-то очень сильно повлиять на все это не может. спасибо. Спасибо, спасибо. Геннадий, у тебя нет дополнения еще? Мне кажется, Геннадий очень хорошо оптимистично для Беларуси обрисовал, что спрос есть и будет. Нет, ну, естественно, что оптимистично, а как пессимистично рассматривать? Ай-яй-яй, все пропало, все умрем. Какой тут оптимизм? Получается, что, в принципе, Украина может покупать у нас 3 миллиона нефтепродуктов в год при той марже, которую мы с нее получаем сейчас. Никакого оптимизма, а для того, чтобы поставлять ее по трубе, как я поняла, сама Украина, ее интерес в этом это получать назад нефтепродукты и получать транзитную цену. Здесь, кстати, никто не говорил раньше о возможности довальческих поставок. То есть, этот вопрос не рассматривался. Хотя, вполне вероятно, что такие переговоры следует вести и следует подписывать долгосрочное соглашение о поставках. Причем, у нас есть возможности поставок прямых подписания прямых соглашений между крупными потребителями нефтепродуктов, той же там Укрзалезныцей или предприятиями аграрного сектора и не только аграрного сектора, большими промышленными предприятиями. И такие возможности также не задействованы до сих пор. И складывается парадоксальная ситуация, когда большие предприятия закупают нефтепродукты, тоже дизельное топливо на заправочных станциях через систему талонов всех этих скидок и так далее и тому подобное. Ну, это глупость какая-то. У меня, на самом деле, только единственный вопрос подытоживающий, это правильно ли я услышала, что вне зависимости от того, насколько конкурентными будут белорусские цены на бензин и российские, ну, по отношению к российским. Украина твердо намерена покупать 3 миллиона тонн именно в Беларуси. Дело в том, что у нас с Российской Федерацией сейчас действуют взаимные торговые ограничения. Торговые ограничения касаются практически всех... Давайте не будем говорить о временных факторах, то есть это временный фактор. Если Россия столкнется с проблемой быта, она может снять эти ограничения. Я не вижу каких-либо причин, по которым в ближайшие десятилетия взаимные торговые ограничения, введенные Россией и Украиной, будут сняты. Ну, я думаю, так, если предположим, Россия в одностороннем порядке что-то снимет и находясь в сложной экономической ситуации, она готова поставлять по хорошим ценам, хоть на 100% закрывать вопрос по бензину для Украины, в этой ситуации, насколько я правильно вопрос понял, насколько в этой ситуации Украина все равно будет готова покупать бензин именно в Беларуси, просто потому, что это вопрос диверсификации и безопасности. Судя по политической риторике, которая сейчас существует, изменений каких-либо во взаимоотношениях между Украиной и Беларусью, Украиной и Российской Федерацией при президенте Зеленском не произойдет. Это означает, что даже если Россия по каким-то соображениям в одностороннем порядке снимет эти ограничения, то у нас в большей части политикума будет воспринято все это как попытки торговать с агрессором, со страной-агрессором, которые, ну, которые эти попытки, они будут восприняты в штыки и возможны достаточно серьезные протесты, власти, безусловно, эти протесты не нужны. И поэтому не будет ослабления, какого-либо ослабления санкций, во всяком случае, по нашим прогнозам, в ближайшие годы, я считаю, может быть, даже и десятилетия. Понятно, спасибо. Тогда, значит, остаемся взаимными санкциями. Наверное, еще одно интересное направление альтернативных поставок — это Польша. И тем более, когда во время своего визита в Беларусь, господин Кампео так анонсировал, что Америка готова закрыть на 100% беларусь потребность в нефти. И, как я понимаю, речь идет в том числе про этот достаточно давний, реанимированный проект транзита нефти в Беларусь через Польшу, соответственно, через Польский порт. Поэтому, наверное, мой вопрос к Камилю. Насколько, в принципе, это чисто политическое заявление и такая риторика, объясняющая позицию Америки по отношению к России, и это не более чем такой, может быть, нечто на грани блефа. Или это достаточно реальные экономические проекты, и вообще стоит ожидать того, что в Беларусь действительно, скажем так, значительная доля нефти будет идти через Польшу. Да, я придерживаюсь польской традиции, скажу еще раз добрый день все-таки, а не добрый вечер. Насчет визита Помпео в начале февраля в Минске, мне кажется, что прежде всего главной задачей Помпео была политическая поддержка, оказание политической поддержки белорусским властям, Беларуси, вообще, не только властям, а Беларуси, как независимой, подчеркну, независимой стране. В каком контексте мы понимаем, кто был главным адресатом, кому шел этот посыл, это тоже понятно. Насчет альтернативных поставок энергоресурсов, особенно из США, здесь надо вдаваться уже в очень детальные подсчеты, и здесь я не думаю, что кто-нибудь это считал более конкретно, все сохраняется на уровне политической декларации, как мне кажется, очень нужной и думаю, что полезной тогда, по крайней мере, тогдашним временем, беларусским властям, которые ведут еще сложные переговоры с Москвой, но возникают многие сомнения, сомнения не только, они везде, они не только насчет, как казалось бы, более понятных вещей, условий подставок российской нефти из России в Беларусь напрямую, а, конечно, тем более, много этих сомнений насчет поставок американской нефти, американской нефти, ну, например, через Польшу и через Латвию в Литву, потому что не только Польша здесь может восприниматься как поставщик, как транзитер, а тоже и балтийские страны. Я напомню тоже один очень важный момент. Беларусь сейчас в этом году сдает экзамен, не один, там много разных экзаменов, тоже по коронавирусу и в виду полиции Александра Лукашенко, но это не тема нашей встречи, но тоже есть экзамен по энергетической полиции, по моему. Очень важный экзамен, такой тестовой режим, насколько бielорусские власти заинтересованы в альтернативных поставках, а насколько они играют очередной раз, это уже было, очередной раз лишь инструмента в переговорах с Москвой. Это очень важный вопрос, я думаю, что он решается на наших глазах. Как сказал украинский коллега, вот если будет еще один танкер в порт Южный в этом месяце, в апреле, а потом на данный момент конец. Значит, что? Что снова оказывается, что Беларусь использовала, инструментально использовала эти танкера, эти электронные поставки, чтобы показать что-нибудь что-нибудь в Москве, а потом выбивать скидки, которые тоже непонятны, сложно посчитать, какие, но все-таки это демонстрация, или сохраняется уже постоянный интерес в альтернативных поставках. И тогда тем более возникают вопросы насчет американских поставок, насколько беларусы заинтересованы в том, чтобы более постоянно, более стабильно на этом направлении работать. И еще подсчитываю, укажу один технический момент. На данный момент полский оператив не в состоянии транспортировать нефть в реверсном режиме с порта Гданиска, который является главным нафтопортом у нас в Польше, который является главным входом нефти в Польшу морским путем. И это просто технически невозможно. В реверсном режиме можно транспортировать нефть и качать нефть только между Гдаńskом и Плоцком. Значит, между двумя нашими НПЗ и нефтебазами в Польше. Качать одновременно страну из Беларуси в западном направлении нефти, с беларуско-польской границы и с НПЗ в Плоцке, значит, центральной Польши в страну Беларуси невозможно. На практике это обозначает, что это уже наши специалисты говорили, когда были комментарии в начале года насчет намерений Минска договориться насчет оценки поставок, то можно выключить переградку нефти на неделю в Астрочном направлении, чтобы включить на эту неделю в западную. Но технически и с финансовой точки зрения это очень сложно и не думаю, что выгодно. В этом году ПЕРН заявил, значит, наш полский оператив, заявил, что начнемся очень важная стратегическая инвестиция, строительство технических установок между Плоцком и Базой Адамово, это уже у Белорусской границы, восточной Польши, чтобы сделать возможную эту перекачку. Тогда, когда эта инвестиция будет завершена, будут возможны уже конкретные переговоры про постоянные поставки нефти. Но это с технической точки зрения. Есть политическая составление, имею в виду хотя бы интерес Минска в таких стабильных поставках альтернативной нефти, ну и, конечно, тоже экономический расчет, насколько это выгодно. А это уже очень объемный вопрос. Я даже не видел никаких подробных расчетов, симуляций, тоже с такими деталями, как пропуск, способность датских проливов, сколько танкеров пройдет, и так далее. Есть у нас грустный опыт, так сказать, в кавычках, демонстрации, как оказалось, после многих лет, а эксперты знали, это уже сначала, демонстрации с венезуэльской нефти, которая закупалась в Венесуэли, потом шла по танкерам через полмила, полшара, и потом был еще своп с Азербайджаном, Азербайджаном, по этим транзакциям, по этим сделкам все отошло. Это все в конце, на худой конец, как можно сказать, оказалось лишь демонстрацией, и тогда зампремьер министра Белоруссии, господин Владимир Семашко, сейчас посол в Белоруссии и Москве, сказал, что это для нас была лишь демонстрация, это был козыр в переговорах с Москвой. Пока мы не ответим на этот вопрос, насколько белорусские власти в этом заинтересованы, дискуссия может продолжаться долго. Спасибо, понятно. Спасибо, то есть в итоге пока все это остается на уровне таких вот, да, политических заявлений, пока Белоруссия не продемонстрирует каким-то образом серьезность своих намерений, то почему в Польше к этому тоже будут относиться настороженные, исходя из предыдущего опыта? Да, но осторожный оптимизм есть, но очень осторожный. Я могу еще подчеркнуть, что в рамках электронного визита министра иностранных дел Владимира Макея в Польше, я говорю электронного визита, потому что этот визит состоялся в таком режиме, в котором мы сейчас беседуем. Не знаю, по программе Zoom, Skype или более безопасной министра иностранных дел Польши Белоруссии Яцек Чапутович и Владимир Макей включите нас господин Наимским, которые у нас в политике отвечают за энергетику обсудили вопросы. По официальным информациям обсудили вопросы альтернативных поставок. Диалог на эту тему продолжается, но много зависит от этих вещей, этих факторов, которые я упомянул. Спасибо большое, Камиль. Прошу прощения, Вадим, я просто видел, что уже не один раз поднимал руку Владимир, поэтому просто общаюсь. Да, понимаю, хорошо. Ну что, если Владимир спросил, давай тогда может быть Владимира спросим, я так понимаю Владимира отдельный вопрос по альтернативной энергетике, но видимо есть и где-то другие комментарии. я не только альтернативной энергетикой занимаюсь, в общем-то. Я хотел еще добавить по поводу слов Александра, здесь хорошо нам раскрыли тему по Украине нефтепродуктов и поставок нефти, но было указано около третьей нашего рынка, экспортного рынка нефтепродуктов это Украина, еще треть как минимум это страны дальних, ну дальние страны так называемые, страны дальних двигателей называют, и там мы работаем через танкеры, Антон тоже Александр говорил, и хочу добавить такой элемент, что как только нефть начинает дешеветь, сразу логика нефтетрейдеров заключается в том, чтобы купить эту дешевую нефть, какие-то хранилища, как правило это хранилища, ну нефтетрейдеры не имеют хранилища на территории государств, каких-то, которые постоянно эксплуатируют, это либо аренда сухопутных, либо аренда танкеров в виде хранилища, они никуда не плывут, потому что эта нефть никому не продана, она покупается когда нефть дешевая, и в надежде на то, что через некоторое время нефть подорожает и можно будет продать выгоднее и на этом заработать. И поэтому период снижения цен на нефть это всегда период роста цен на фракт танкеров. И это тот момент, про который говорил Александр, чем дешевле будет нефть или чем будет продолжительна она будет снижаться, тем дороже нам будет искать рынки сбыта, просто потому что танкеры будут дороже, их фракт будет также дороже, и это еще один негативный элемент для нашей системы экспорта нефтепродуктов. А по поводу диверсификации, сегодня у меня было довольно много оптимизма по поводу ситуации, на самом деле можно было хорошо и относительно безболезненно слезть с нефтяной иглы и начать строить экономику основанную не на нефтепродуктах, но вот заявление, опять же я согласен с тем, что на апрель, например, 2 миллиона тонн, это хорошо, это возможно пополнение наших запасов, но я не знаю, куда мы будем реализовать 2 миллиона тонн, если они будут, например, прийти, если они придут в мае. И это наводит на мысль о том, что система остается работать от показателя, то есть есть показатель 24 миллиона тонн, от этого зависит все, не от дохода, то есть индикаторы, индикаторы работы нефтеперерабатывающих предприятий, нефтеотрасли, они также искажены, остаются искажены. И последние договоренности о том, о чем эксперты, Татьяна об этом очень детально рассказывала, непонятна система, непонятны стоимости, непонятны вот эти премии, на самом деле непонятно, почему вообще в принципе сохраняется премия, раз мы покупаем уже фактически по мировому рынку, более того, сейчас известно, что Саудовская Аравия предлагает дисконт к нефти, то есть все европейские, особенно на Европе, в европейском регионе, то есть все европейские страны покупают Саудовскую Аравию с дисконтом от стоимости бренда, а мы почему-то еще доплачиваем, и при этом мы подписываем такие соглашения, и мы подписываем соглашения, которые за период согласования соглашения это соглашение становится уже неактуальным, то есть с одной стороны мы очевидно видим, что прозрачности в этих договоренностях нет, и это уже снижает мой оптимизм, и это снижает мои надежды на реальную диверсификацию, потому что диверсификация в принципе она имеет смысл и целесообразна тогда, когда мы работаем на нефтяном рынке, на мировых ценах, ну с учетом затрат на доставку, и когда у нас нет большой дифференциации между поставками из разных источников, в противном случае нам не интересен другой альтернативный источник, мы все хотим покупать из одного, вот это вот это то, что в принципе я хотел сказать на протяжении доклада, ну и да, то есть то, что мы не смогли выйти на мировые цены, сделать прозрачную систему, сделать систему прозрачной, позволило бы и то, привязать хотя бы цену нефти, я не знаю, может быть, оно так и будет, цену нефти к мировой цене или к цене Уралс на бирже, это уже позволило бы там с дисконтом каким-то или просто один к одному, это уже позволило бы нам хотя бы иметь понятные стимулы, понятные инструменты и прозрачную картину, то есть тогда можно было бы пытаться как-то оценить, просчитать экономически пути диверсификации, пути создания новых, новых, ну да, тогда как минимум мы не оказались бы в такой ситуации, что мы подписали контракт, а оказалось то, что мы так долго боролись теперь скорее, во вред. Действительно, Владимир, да, спасибо, это очень важно. В реальных условиях контракта говорит о том, что, ну, очень, у меня надежда на то, что это будет на самом деле длительная стратегия диверсификации поставок, у меня такие надежды небольшие. Да, действительно, мне кажется, что это очень важный момент, который мы зафиксировали, это фокус про танкеры, потому что, действительно, получается, в двух ипостасях. С одной стороны, мы, страна, которая активно покупает нефть, и поэтому снижение цены вроде бы нам в плюс. Но, в то же время, поскольку мы эти нефтепродукты в точной степени продаем, мы, оказывается, сами же и заложниками и, вот оказывается, с танкерами усложняет нам ситуацию. Я хотела бы просто подытожить то, на что обратил внимание, Владимир, это главное, что чем ниже цена на нет, тем выше издержки относительно этой цены на достатку, логистику, хранение. Соответственно, чем ниже цена на нет, тем на самом деле бесперспективнее все альтернативные поставки, потому что цена логистики относительно цены нефти сразу сильно вырастает, и не знаю, на каком этапе конкретно, я не энергетик, но я думаю, что есть цена нефти, при которой доставки по альтернативным маршрутам становятся фактически бессмысленными. Да, и когда она такая низкая, получается, в общем, низкая цена нефти палка двух концертов для Беларуси, как на них, посмотри. Действительно, тут уже несколько раз звучало, как раз уж мы говорим о разных альтернативных поставках, звучало еще одно направление, это страны Балтии и, в частности, Литва, и, в принципе, сейчас в рамках поиска этих альтернативных поставок Беларусь уже этот маршрут, в общем, тоже так потихонечку опробовала, но в то же время, вот сейчас, буквально вчера я читал новость про то, что даже несмотря на коронавирус, несмотря на все сложности, Беларусь все равно планирует запускать островецкую АЭС, поддерживаясь предыдущего графика, все, как планировалось. И тут, конечно, мы знаем все те сложности, которые возникают в связи с этим в белорусских отношениях, я бы, наверное, хотел спросить Витеса, как будут сочетаться эти два фактора. С одной стороны, мы видим, что последние годы Литва много блокирует, и возникает много сложностей в отношении Беларусь и АЭС, но в то же время с нефтью вроде бы все не так плохо, поэтому как, в сути, Литвы будет политика в отношении нефти, ее надо, наоборот, блокировать из-за АЭС, для того, чтобы Беларусь изменила позицию по АЭС, или, наоборот, Литва скорее будет заинтересована способствовать поставкам нефти, потому что это будет способствовать, соответственно, больше энергетической независимости Беларуси от России, к чему, в общем-то, Литва и тут тоже заинтересована. Добрый день еще раз. Ну, в принципе, ситуация такова, похожая на то, что Камиль рассказывал и подход Литвы. Да, ты... Я думаю, что в целом, когда мы говорим про такую, диверсификацию в краткосрочной перспективе, это все выглядит больше как демонстрация. Вообще, диверсификация в краткосрочной перспективе, это какая-то очень ложная картинка. И мы, в принципе, должны говорить про комплексную политику, имея в виду и поставки нефти, и газа, и других альтернативных источников энергии. И в этом плане, я думаю, что Литва довольно последовательна и сама ведет эту политику диверсификации. Я думаю, что, может быть, стоит чуточко сказать, почему и атомное в островце так болезненно воспринимается. Мы, в принципе, можно так литературно выразиться, что выйти из советского энергокольца Брель для Литвы является последней битвой за независимость Литвы. Первый этап был декларация независимости 11 марта, 30 лет тому назад, второе вступление евроатлантическое сообщество, и сейчас осталась энергетическая независимость. И эта задача диверсификации, она была важной, несмотря на всякого рода соблазны, что если будете типа хорошенькие, газ вам будет подешевке и так далее. То есть энергонезависимость имеет цену, то есть если будем гоняться за более дешевую цену в краткосрочной перспективе, про диверсификацию можем просто забыть. И да, конечно, были у нас как бы некоторые противоречия, что вот сколько мы платим за всякую инфраструктуру, это стоит денег, но в данный момент у нас есть и эргомосты из Польши, и Швецции, и терминал с нижним природного газа, то есть было сделано много в плане юридической обстановки, приняты законы и так далее, чтобы создать почву для конкуреспособного обстановки. То есть миф, про который ты, Вадим, говорил, что вот якобы Литва из-за того, что в обиде по атомной станции все везде блокируют по поводу Беларуси. Ну то есть это действительно же не так. Посмотри, если посмотрим на экономическое сотрудничество, то есть оно вполне идет. и то же самое можно даже сказать по тем же самым поставкам нефти, ну то есть последняя была в 17-м году, да, ну то есть в этом году тоже уже пошло, там было 80 тысяч тонн, как бы танкер прошел, и как говорит СМИ, Беларусь планирует в принципе 4 танкера в месяц, ну там конечно Клайпельский порт должен переориентировать процессы и увеличить мощность. В целом это обсуждается без, несмотря на это, что литовская позиция по поводу АЭС ну не меняется и не будет меняться, не будет и будет блокировать покупка энергии из островца и эту политику линию держать и по всем возможностям Брюсселя также. Ну несмотря на эту жесткую политику по АЭС то есть нефть поставки то есть обсуждается и я так понимаю что в совокупности Лейпедоснафта и литовские железные дороги говорили о возможности транспортировать где-то 3 миллиона тонн в Беларусь каждый год то есть это то, что позволяет мощность инфраструктуры и в принципе несмотря на то, что наша позиция по островцу не меняется. И всего уже ну танкеров то есть было уже 5 да так что так что то есть у нас политика довольно гибкая и здесь и она не будет в принципе я думаю что меняться если только Минск не займется каким-то шантажом и так далее то есть в принципе такая политика намного чаще бывает из официального Минска чем 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 Вильнюса ну да у нас классический разговор Минска и Вильнюса кто 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 из-за кого говорит довольно существенно как есть ну безусловно да хорошо но при этом давай может максимально кратко тоже скажем актуально вот учитывая что сейчас наверное уже точно все уверены что АЭС как вообще этот запуск в том случае повлияет на энергетический сектор Беларуси если все это электричество будет оставаться внутри или какими-то другими окружными путями попадать на внешние рынки то есть как в Литве представляют вот эти последствия такой политики просто то есть одно что поступила новость насчет коронавируса вспышки там ты в островце да другое что это тоже не только политика Литвы то есть я как и говорил что не покупка энергии из островца то есть а эта жесткая позиция остается и то есть и лоббирм и то есть и обоснование и это ну в принципе надо понять потому что подходы Беларуси и Литвы совершенно разные то есть Литва акцент делала на диверсификацию то есть тут вопрос больше такой если Беларусь видит атомную станцию как диверсификацию какого-то рода ну так в глазах Литвы это полная иллюзия потому что в принципе источник тот же самый мы говорим что Беларусь тогда еще более зависимо от инфраструктуры Кремля и поступлений это раз второе что весь этот проект это огромнейший долг для Беларуси то есть в принципе еще один инструментарий в арсенале Кремля и опять в принципе можно говорить так что Россия строит свою атомную станцию на территории Беларуси и Беларусь из-за этого лезет в голову то есть это было бы может быть иначе если этот проект был бы не разатомский ну в наших глазах такая якобы диверсификация это в принципе презентирует такое восприятие что Беларусь как бы себя воспринимает как внутреннего игрока в России не покупки то есть очень важная позиция конечно и Украины в этом плане и в Раде есть один законопроект ни покупки энергии из России и Беларуси то есть и конечно здесь солидарность соседей и также Украине очень-очень важный вопрос но для Литвы позиция сделать все возможное что если не запустить если уж предотвратить запуск запуска атомной станции невозможно сделать что не строились другие энергоблоки и что сам проект был не экономический в принципе не выгоден понятно спасибо хочет отметить Сергей Чал как раз Сергей я хотел попросить прокомментировать распиши в чате давай может быть мы по нашей традиции обсуждение значит я немножко с самого начала не застал да я хотел на самом деле поговорить немножко про экономику вообще нашей нефтепереработки потому что смотрите сейчас в России совершенно невыгодна поставка на экспорт да в силу того что рыночная цена значит либо самой нефти либо нефтепродуктов из нее произведенных она сейчас меньше чем транспортные затраты и стоимость извлечения этой нефти на поверхность в силу того что львиная доля сокращения спроса это все-таки автомобильные бензины они чаще всего делаются из хорошей нефти и дисконт там у сейчас достигал 10 даже долларов вот то есть мне не очень понятно что мы будем делать в случае как мне кажется вполне вероятным когда никакого соглашения ОПЕК плюс не будет и цены могут упасть не на 23 там как было недавно долларов бренда они могут уйти за десятку просто по той причине что уже говорили наземные хранилища практически заполнены а плавучих там осталось примерно 60% емкости там есть целая компания которая отслеживает движение танкеров с помощью спутниковых снимков то есть где-то примерно 1,2 миллиарда баррелей там емкость их есть где-то 60% уже занят это означает что в ближайшие там месяц 5 недель они просто будут заполнены если это случится и в этом случае будет история знаменитого мультика помните «Коршочек не вари» где каша там лезла уже из окошек везде а остановить в России производство нефти невозможно и вопрос просто будет такой кому мы будем это продавать если России самой не выгодны эти поставки ей то не очень понятно почему нам они должны быть выгодны потому что у нас же тоже есть экспортная пошлина которую мы получаем за бюджет пускай она немножко там другая но у нас отсутствует механизм компенсаторный который существует в России где бюджет начинает отдавать уже нефтяным компаниям а не наоборот да ниже цены там если не изменяет память 13 долларов за баррель которая была 30 и 31 марта реально на рынке то есть она может быть еще ниже вот и второй вопрос это то что Сергей понятно что будущее сложно понять а какие есть вот такой сценарий который я сейчас описал какие видишь последствия для белорусской экономики это будет какой-то серьезный или это как в телеграм-каналах пишут ну во-первых это будут конечно гигантские последствия для российской экономики вот и а мы же как уже все об этом говорили мы очень сильно завязаны на емкость российского рынка вот и а нынешняя ситуация это едва ли не единственный наш экспортный рынок из того что мы производим то есть ну а дальше все уже многократно описано все сценарии то есть у нас огромный кассовый разрыв по текущему счету по экспортным поставкам серьезный недобор можно сколько угодно говорить о том что у нас там есть запасы и все остальное но то есть грубо говоря при таком уровне трат скорости траты резервов которые происходят сейчас ну то есть они будут к концу года исчерпаны настолько что придется я не знаю там закрывать просто валютные рынки дальше непонятно что это будет то есть я могу себе представить случай такого сценария то есть вот нефти идущие к 10 долларов вполне там март 11 года когда станет понятно что насчет как бы золотовалютные резервы это святое к чертям населения к чертям предприятий и так далее я вот вижу Геннадий поднимает руку еще вопрос у нас в чате от Артема Шайбана Артем привет Артем пишет в такой ситуации с загруженностью хранилищ сколько нефти изменяется нужно Беларуси Сергей какая твоя оценка раз заканчивается что-то нам время так а для чего для чего нужно то есть как бы в сущности у нас у нас ведь у нас ведь вот тот объем технологический который был да вот половинные загрузки он позволял закрывать внутренний рынок ну его так или иначе придется закрывать и минимально обеспечивать просто чтобы не было срыва там долгосрочных контрактов экспортных я так понимаю что это в основном как раз Украина и была то есть просто в ситуации когда сама сама рентабельность этой этой нефтепереработки становится отрицательной то есть рациональным является минимизировать переработку то есть собственно как раз примерно этот миллион нефти в месяц этого вполне достаточно я не понимаю зачем два в той ситуации то есть с такой обывательской точки зрения идея закупиться побольше сохранить в хранилищах пока цена низкая звучит довольно как будто бы разумно да но значит я не уверен что у нас сильно много емкости для хранения и нынешних продуктов во вторых как я уже там в чате писал сейчас ситуация такова что ну опять же не знаю что будет дальше но сейчас благодаря вот этим двум твитам Трампа про 10-15 миллионов баррелей которые с рынка может быть сняты Саудовской Аравии и России фактически вот эта ситуация суперконтанга благодаря которой можно было действительно там купить нефть продержать ее полгода и получить хорошую прибыль она во-первых закрыта во-вторых фрах танкеров поднялся настолько что эта операция уже просто коммерчески невыгодна то есть уже уже значит эта операция просто ну бессмысленно мы упустили это время ясно спасибо еще Геннадий поднимал руку я так понимаю судя по сообщениям в чате Геннадий возвращается к нашему белорусско-литовскому обсуждению там где белорусская АЭС то сразу конечно можно припомнить и гнолинскую АЭС возьмешь только не будем слишком далеко уходить в историческое вспоминание про Литву а то этот спор я знаю можно очень долго вести весь я не об этом честно говоря просто там было упоминание законопроекта который у нас был который сначала приняли ну фактически разрешив экспорт электрической энергии из Российской Федерации перед токи вот а затем с большим скандалом был принятый уже закон пересмотрен и соответствующие решения разрешения были отменены вот сейчас постановление правительства готовится по введению 65% специальной пошлины на вот такие поставки если они будут 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 сохранены в будущем речь идет о поставках энергетического угля и электрической энергии и это вот как раз является свидетельством того что сохранение и ужесточение санкций против Российской Федерации оно на повестке дня в том числе и нынешнего правительства несмотря на смену президента и на его предвыборную риторику что касается белорусской АЭС то на украинский рынок ну вот уже становится понятным что на украинский рынок рассчитывать в Беларуси не стоит поскольку в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и рядом взятых Украиной на себя международных обязательств мы должны реализовать план по синхронизации нашей объединенной энергетической системы с энергетической системой континентальной Европы и этот план он рассчитан до 2023 года и перед этим составляющей этой плана является физическое отсоединение объединенной энергетической системы Украины от энергетической системы Российской Федерации Республики Беларусь и там годичная тестовая работа в этом режиме поэтому после запуска Беларусской АЭС вряд ли следует надеяться на то что электрическую энергию из Беларуси можно будет экспортировать в Украину поскольку к тому времени у нас будут в разгаре вот эти работы по физическому отсоединению наших систем Спасибо Спасибо Наверное прежде чем мы будем переходить к последнему раунду вопросов я еще хотел обратиться к Владимиру тогда если можно кратко прокомментировать вот наш последний вопрос который касался возобновляемой энергетики в Беларуси потому что как мне кажется иногда ее воспринимается как скорее такой модный экологический проект или возможно какая-то возможность получить какие-то красивые европейские гранты но не в контексте энергетической безопасности и от этих вопросов отопрягается это скорее какой-то стереотип и возобновляемая энергетика вообще имеет какие-то реальные перспективы в той или иной степени или это действительно так и в общем-то возобновляемая энергетика в Беларуси это все еще небольшой процент он будет таким оставаться и не будет влиять серьезно на такие глобальные вещи так я по порядку по вопросам что вы задали по поводу то есть возобновляемые источники сейчас в основном рассматриваются в двух секторах энергетики это тепловая энергия и электрическая в обоих этих секторах они работают против газа то есть с нефтью у нас пока с возобновляемыми источниками конкурентов нет зарождается рынок электромобилей Белнефтехим я в этом плане респект им потому что они не остались сидеть в нефти и газе они пытаются освоить рынок электромобилей электрозарядки запускают новые проекты это по-моему плюс по тепловой энергетике по возобновляемым источникам тепловой энергетики там идет все в принципе хорошо в том плане что мы попробовали сделать мини-тэц на шипет но опять же в тепловой энергетике у нас два момента это либо использование биомассы либо использование энергии солнца там больше нам взять особо нет биогаз немного но пока он не очень сильно развивается с биомассой у нас все довольно активно идет там есть экономические стимулы есть поддержка международных структур всемирные банки выделяют кредиты есть в этом заинтересованность государства в виде департамента энергоэффективности который активно работает в этой сфере по электроэнергетике есть определенные проблемы вот именно в этой сфере потому что ну здесь я наверное специалисты знают я не специалистов нужно понимать что в электроэнергетике есть такая особенность как потребление электроэнергии должно каждый момент соответствовать выработку и у нас дополнительные проблемы возникают с атомной электростанцией которая должна работать постоянно в базовом режиме не должна изменить нагрузку и следовательно эта зона нагрузки выпадает как бы из оперативного управления получается потому что АЭС просто работать в этом режиме плюс у нас большая доля ТЭЦ и у нас появляются вот эти часы перепроизводства когда производство электроэнергии ночью зимой когда работает много ТЭЦ и работает АЭС мощность рабочая минимальная она выше чем спрос вот поэтому сейчас ведутся работы на по тех же самым электрокотлам чтобы обеспечить баланс и это ведет к тому что и ввод дополнительных мощностей на возобновляемых источниках энергии оно либо усложняет решение данной проблемы либо ведет к тому что диспетчер энергосистемы будет вынужден включать возобновляемые источники в период перепроизводства и отключение ветра или солнца в основном ветра потому что солнца ночью нету отключение ветроэлектростанции это резкое значительное ухудшение их экономичности их работы и поэтому у нас очень серьезные ограничения мы оценивали условно говоря если исключить те нерегулируемые мощности как ТЭЦ и АЭС из белорусской энергосистемы то у нас начинают по прогнозам к 30-му году доля электроэнергетики в оставшемся спросе может превышать целевые показатели Евросоюза то есть в общей энергосистеме оно будет ниже но с точки зрения регулирования и управления энергосистемой это будет уже сложнее даже чем то что делает сейчас Евросоюз и поэтому вот на это есть серьезные ограничения сегодня у нас есть модели для расчета на 30-й год могу сказать что модели показывают экономическую целесообразность ввода солнца и ветра намного выше чем это планирует Минэнерго но при этом это все равно не больше процентов по-моему до 10 но до нескольких десятков процентов ветра в балансе энергосистемы просто потому что ТЭЦ и АЭС суммарно будут занимать около 75 процентов генерации то есть из оставшихся 25 мы еще 10 можем занять экономические занятия ветром понятно в общем некоторые запасы еще есть но в любом случае он ограничен и в условиях опуска АЭС на какие-то глобальные статистические значения так или иначе выходить не получится да именно так по нефти и газу ну то есть газ мы заменяем я уже рассказал по нефти работа пока не ведется потому что это очень сложно в общем-то непонятно непонятно и как бы это электромобили водородное топливо есть много направлений но это все впереди идет Евросоюз а мы к этому пока еще даже не подходили в общем-то работать понятно спасибо большое я наверное переходя к финальному раунду вопросов хотел спросить Антон может быть есть уход у нас поднятые руки может господин Кармалевич у Геннадия есть поднятая рука и больше поднятых рук я не вижу пока что тогда еще Геннадий кто-то еще хочет есть еще последняя возможность конечно у меня тут есть несколько комментариев ну во-первых респект разработчиков энергетической стратегии Руси в которой учтено все даже дрова среди источников возможных источников энергии я действительно уважаю такие документы и к сожалению у нас такой энергетической стратегии столько подробно расписанными вещами нет и в результате этого у нас вот сейчас введение возобновляемых источников энергии их развитием у нас большая проблема она заключается в том что к сожалению баланс между базовыми маневренными мощностями в Украине не соблюден у нас дефицит маневровых мощностей и в результате того что было установлен был установлен в Украине огромный просто зеленый тариф произошел настоящий бум возобновляемых источников и у нас уже запланировано ввести 11 гигаватт мощности установленной мощности возобновляемых источников но система у нас рассчитана на маневрирование то есть сможет сбалансировать нормально только 7,5 из этих 11 гигаватт и то для этого иногда приходится маневрировать атомными энергоблоками что понятно является ну несколько ненормальным в связи с этим я бы хотел вот как-то ограничить вот все эти желания расчетам говорить о том что если кто-то хочет у кого-то вводить какие-то новые мощности в первую очередь речь должна идти не о степени яркости зеленого цвета у этих источников энергии а о коэффициентах преобразования энергии чем выше коэффициент преобразования энергии эрои чем выше он тем эффективнее будет та или иная станция тот или иной объект добрых дядей нигде в международных организациях нигде в соседних странах нет и все хотят заработать как можно больше и у нас сейчас бюджет украины имеет долг перед вот этими нашими зелеными инвесторами так называемыми которые ну мягко говоря там несколько десятков миллиардов гривен которые мы просто не в состоянии выплатить им за вот по этому самому зеленому тарифу поэтому нужно внедрять технологии с наивысшими коэффициентами преобразования энергии и считать каждый раз очень четко очень конкретно и тут следует не забывать вот я нашел определенную статистику на которую мало кто обращает внимание к 2050 году необходимо будет утилизировать 78 миллионов тонн солнечных панелей то есть отходы солнечных электростанций новых для нас термин которому стоит привыкать и до 25 года ежегодно необходимо демонтировать 15 тысяч лопастей ветровых станций сейчас их кстати закапывают так как вот те композиционные материалы из которых они сделали неэффективно перерабатывать так что мы уже как говорится были впереди планеты всей по этим темпам и желаем всем не наступать на те грабли на которые наступаем мы спасибо спасибо геннадий я вот тут вижу в чате есть вопросы екатерины да и действительно думаю как минимум для видео он точно в виде чата не отобразится поэтому екатерина возможно может вы сами его готовы задать антон может включить микрофон да вот я включаю микрофон екатерине да спасибо я хотел уточнить по поводу газа потому что мы очень много говорили по поводу закупок нефти вот я услышала мнение что часть газа можно заменить мазутом если цена на газ является очень высокой вот и есть ли договоренности между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по поводу объемов газа на 2020 год либо только по цене наверное я думаю к Татьяне вопрос по тому что у нас в контрактах Татьяна лучше всех знает спасибо спасибо большое скажите пожалуйста вот так здесь прозвучало топить мазутом когда-то я вспоминаю несколько лет назад вице-премьер еще Кокарев говорил о том что топить ТЭЦ мазутом это значит топить ассигнациями а я не знаю как вы я живу недалеко от 4 ТЭЦ там использовали резервное топливо топили мазутом то есть чтобы его использовать и потом в общем-то на подоконниках понимаете там просто тряпка была все черное поэтому здесь в общем-то есть такой аспект также и к тому же понимаете мазут несколько лет назад относительно недавно в общем-то было принято решение действительно вместо того чтобы экспортировать мазут потому что фактически экспорт нецелесообразен установлена запретительная экспортная пошлина она аналогична как и на нефть сейчас вот в апреле 52 доллара за тонну то есть вот поэтому было принято такое решение но бюджет Минфин был против почему потому что экспортная пошлина от мазута пополняет бюджет поэтому вот было принято решение что это делать нецелесообразно дело в том что проблем с объемами импорта российского газа нет абсолютно то есть соглашение подписано фактически по-моему на 20 с половиной миллиарда кубических метров примерно вот потребность белорусской на этот год невзирая на то что вот здесь украинский коллега в общем-то респект нашим концепциям энергопедикатической безопасности в общем-то заявляла об этом но дело в том что ведь наша концепция предусматривала что в текущем году Беларусь уже выработает на первом блоке АЭС 7,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии то есть тем не менее невзирая на это то есть было понятно наверное высшему руководству что в этом году белорусская АЭС с физическим запуском может быть и в конце года и будет но производить электроэнергию она не будет поэтому и еще та же концепция энергобезопасности гласит о том что вот уже в 20-м году потребление электроэнергии в Беларуси должно было составить 47 миллиардов киловатт-часов с учетом того что будет работать уже станция по прошлому году это около 38 миллиардов киловатт-часов у нас потребление внутри страны благо что производство более 40 потому что это экспорт кстати в Украину 800 миллионов киловатт-часов остальное через литовскую биржу Норпул поэтому я бы таких респектов не раздавала нашим концепциям потому что к сожалению они тоже не оправдываются по газу нет проблем и никогда не было с объемами импорта российского газа главное платить другое дело что сегодня цена белорусскую сторону не устраивает понимаете когда мы говорили я просто не договорила может быть о механизмах вот этих межбюджетных расчетов вы же помните что на пике нашего конфликта в 17-м году как был решен вопрос с той же ценой на газ то есть российская страна придумали такой хитроумный экзотический механизм передамушки нефти из-за чего стоимость нефти для нас в последние годы она была не 129 и 127 а Лукашенко недавно абсолютно публично озвучил эту цифру это 111 110 долларов то есть за счет компенсации но другое дело что это никак потребитель не чувствовал и наши предприятия тоже то есть это просто растворялось все в бюджете каким-то образом диверсифицировалось и сейчас если уж они договорились правительство о межбюджетном механизме вот снижение этой премии или компенсации премии к цене российским нефтяникам может быть это каким-то образом может быть трансформировано в компенсацию цены на газ для Беларуси чемпачи что действительно на фоне обвального падения цен на газ на европейских рынках для Беларуси цена выглядит но действительно нелогично и учитывая что Беларусь второй потребитель природного газа после Германии она потребляет более там 20 около 20 иногда в разные годы миллиардов кубических метров газа поэтому здесь основания для торга есть другое дело что сегодня у нас совершенно другая привязка к цене к себестоимости 7-молнительском округе и так далее и так далее то есть пересмотреть это соглашение внести эти изменения для Российской Федерации и для Газпрома это будет на фоне нынешних проблем очень проблематично поэтому я против того чтобы топить мазутом наши ТЭЦ и в принципе проблем с газом нет он относительно дешевый и я так полагаю белорусская страна будет на фоне своих проблем экономических будет очень настойчиво добиваться того чтобы получить какую-то достаточно серьезный скит к цене на газ спасибо Татьяна знаете я по нашим оффлайнным ивентам я помню что закругляться надо может даже не смотреть на часы а достаточно смотреть на гостей как только начинают гости все чаще шептаться друг с другом это значит что пора переходить к части неформального общения видимо если мы говорим про зум конференцию то шептание друг с другом заменяется общим чатом который чаще начинают писать я вижу активно какая наша какая стратегия лучше белорусская или украинская поэтому я вижу что Артем еще с поведением свечет вопрос Татьяне какие инструменты заставят Россию пересмотреть цену газа если есть контракт поэтому да Татьяна давайте если можно вкратце на завершение есть вообще какие-то инструменты которые заставят Россию в общем будем покупать по контракту уже спасибо спасибо большое общая логика действительно цена на газ привязана к цене на нефть случилось обвальное падение цены на нефть а следовательно цен на газ и на этом фоне в общем-то такая цена на газ для Беларуси она в общем-то выглядит несколько нелогично с другой стороны мы и это я так понимаю и в Газпроме понимают и я еще повторяю что тот же господин посол Мезенцев Российский говорил о том что вероятность сесть за стол переговоры обсуждать эту тему есть другое дело что это сложно формализовать сегодня каким-то образом так я вот и говорю что может быть какие-то механизмы найдутся через какие-то межбюджетные расчеты и так далее само соглашение да я понимаю что это чрезвычайно проблематично сегодня его пересмотреть внести какие-то изменения на это потребуется дополнительно серьезное время или вот какие-то через механизмы на уровне там Минфинов какие-то договоренности может быть может быть это будет трансформировано в условия кредитования белорусской атомной станции например белорусская сторона торгуется уже больше наверное чуть ли не два года за то чтобы пересмотреть условия кредитования не согласна с тем что очень высокий процент заплатить за кредит и я так понимаю что отсрочка с запуском физическим запуском белорусской атомной станции она связана с тем что Беларуси невыгодно торопиться с запуском станции поскольку она должна будет через 6 месяцев буквально уже начинать оплачивать кредит а условия не пересмотрены поэтому есть вариант есть механизм я так понимаю коли они когда-то нашли механизм той же перетаможки нефти то есть не исключено при доброй воле российской власти такие механизмы могут быть найдены но это в том в принципе это звучит если при доброй воле российской власти могут быть найдены это примерно как ответ они найдены не будут не но все-таки в 17-м году вы вспомните что они были найдены правда вот сейчас может быть это будет проблематичнее но надо помнить о том что через на территории Беларуси лежат две трубы российские газовые да у нас уже в чате Александр предложил возможно взимать из них какие-то дополнительные дополнительные требования в том что дорого вредно они качают я думаю есть разные предложения что я тогда предлагаю действительно конечно обсуждение в чате продолжается наверное Валерий Антон Владимир есть поднятая рука да я опять к вопросу по мазут обсуждалось здесь в чате тоже обсуждали что высокосернистый мазут сейчас никому не нужен это связано с тем что были введены новые стандарты на мазут и мазут основной основной пользователь мазут это суда морские терминалы и там наш высокосернистый мазут стал не востребован просто потому что он не проходит стандарты Международной Морской Ассоциации так и называется они вступили в силу с 1 января 2020 года но по поводу мазута у нас проблемы мы стали сжигать мазут потому что не могли продать его за границу но это проблема в принципе временная потому что может Татьяна меня поправит если я не прав но после завершения модернизации наших МФЗ у нас весь мазут будет опять же перерабатываться и из него по сути будет получаться кокс который будет использоваться нефтяной кокс нефтяной кокс на металлургическом документной промышленности может использоваться мазут фактически в таких объемах его в принципе не будет формироваться поэтому обсуждать сейчас как бы стратегические вопросы перевода электростанции с газа на мазут или ну так далее это просто временная сейчас возможность использовать дешевый мазут который в ближайшее время уже не будет понятно спасибо ну что тогда будем закругляться Валерий, Антон есть еще что-то что хотелось бы добавить или может быть может активно поднимал рукой я этого не видел ну я конечно добавить хочу прежде всего поблагодарить всех было весело мне понравилось очень забавный конечно это формат и по-моему приятный всем большое спасибо и интересно было узнать ну и молодцы все спасибо спасибо Продолжение следует...